Заебац, сосипатор, параша, пердас. Нет, это я не ругаюсь сейчас. Люди с такими именами живут среди нас, но переплюнули всех армяне. Сосун, вагинак, панас, маньяк. Идешь такой по улице и откуда-то сзади слышишь «Сосун!» И любопытство побеждает гордость, и ты невольно оглядываешься для того, чтобы увидеть этого бедолагу. Ребят, я представляю, как вам тяжело жить с такими именами в России, но без обид. Наверное, все видели, в магазинах мебели продаются кухни и спальни под названиями «Кристина», «Светлана», «Елена». Приходишь в мебельный магазин и говоришь «Мне, пожалуйста, две Кристины и на сдачу Светлану». А они такие спрашивают в ответ «А не желаете ли вы экзотики? У нас сейчас специальные предложения на Альбину и Карину». Ну хорошо, хоть не Гнвоерк или Кварнвик. Недавно был выпускной, и школьники выпускали в небо сотни тысяч шаров. Но я никогда в жизни не видел, чтобы эти шары приземлялись. У кого-нибудь какие-то варианты есть, куда они деваются? Еще меня удивляют люди, которые снимают вертикальное видео для Ютуба или для общего пользования. Потом смотришь эти обрезки на нормальном экране и удивляешься тупости людей. У вас глаза расположены тоже вертикально? Нет же, пока никто не мутировал, поэтому и кино делают в широкоэкранном формате. Но больше всего меня удивляют девушки, которые говорят «дать пи***ки». Это как минимум странно, а как максимум желание агрессивно совокупиться. Просто нахрена так говорить, если для тебя, как для самки, это скорее в ущерб. Тебя могут неправильно понять и воспользоваться ситуацией. В общем, следите за словами, потому что слово не воробей. Воробей тоже не воробей, потому что воробей это слово, а слово не воробей. Что я несу? Короче, меня зовут Марат, подписывайся на меня везде, ссылки в описании.